рассказывал человек в шляпе. Тем временем к костру подошли парень и девушка, сопровождавшая меня сюда. «Птец! Он ест наши запасы!» — увидев, как я разделываюсь тушкой кролика. Он поднял руку, приказывая ей молчать, и продолжил говорить. Дозорные снова услышали рев, а еще они видели, как нечто падало с неба. «Кажется, это был я», — признался я и, поймав на себе вопросительный взгляд окружающих, дополнил. «Долгая история. Вы мне не поверите. Мне самому с трудом вериться в то, что со мной произошло. Я хотел поделиться своим восторгом от полета, но думал, что меня просто не примут всерьез. Поэтому переключился на менее волнующую тему». А что за страшный и сильный рев был в лесу? Мы не можем этого понять. Сначала возникает туман, который начинает густеть настолько, что меняет свой цвет на черный. Потом из него доносится тот самый рев, и появляются полчища зомби. Они уничтожили целый поселок горняков, превратив их в таких же бездушных чудовищ, как они сами. «Здесь все, кто выжил. И если ты как-то попал сюда, значит, и нам можно отсюда выбраться. Это убежище — наш дом, и какое-то время мы надеялись отстоять его. Но теперь нам ничего не остается, кроме как спасаться бегством». Выслушав человека, который, видимо, являлся предводителем этого лагеря, я задумался. «Реально ли вывести отсюда людей? И что будет с моей командой, если она в поисках меня забредет в эти места? Если мои люди все же отправились за мной по верному направлению, то все они могут погибнуть, наткнувшись на армию зомби, обитающую неподалеку». «Есть другие выходы из этой пещеры?» — спросил я после недолгого раздумья. Человек в шляпе отозвался на мой вопрос. «Сквозь старые шахты можно добраться до подъемника, который ведет на вершину горы. Но что дальше?» «Вы там бывали?» — спросил я. «Нет, не доводилось. Может, организовать разведку?» Человек в шляпе задумчиво поглядел на меня. «Черт возьми, почему бы и нет? Все лучше, чем сидеть здесь и ждать своей смерти. Ты готов выдвигаться?» «Думаю, да». Поскольку я немного передохнул и перекусил, силы вернулись ко мне. Можно было отправляться на вершину. Компанию нам составили все те же парень и девушка. По всей видимости, они были сыном и дочерью моего собеседника. И, как и отцу, деловитости и бойцовских качеств им было не занимать. В одной из стен пещеры оказался проход, закрытый досками. Мужчина в шляпе начал отрывать их одну за другой. Я помог ему, с легкостью отодрав пару оцелевших досок. И вот проход был открыт. Точнее, даже разломан. Узкая расщелина уходила вглубь и вверх. Мы шли по ней, огибая камни, освещая путь факелами. Камней было все больше. Мы стали пробираться по валунам, между которыми начали появляться ручьи. Было сыро и прохладно. Вдалеке послышался нарастающий гул большой воды. Наконец, мы вышли на открытое пространство. Перед нами предстал водопад, хлиставший сверху. Здесь было довольно холодно. Эта пещера не имела свода. Взглянув наверх, мы увидели светлеющее небо, на котором начинали меркнуть звезды и луна. Сбоку находился подъемный механизм, о котором во время нашей беседы в пещере говорил человек в шляпе. Лебедки подтягивали целую систему мостиков, соединяющую выступу в стенах пещеры. Пройдя по ним, можно было подняться наверх. Мы подошли ближе к конструкции и увидели, что первые мостики выглядят крайне ветхими, а лебедочные тросы — ржавыми и ненадежными. Но пришлось рискнуть, и, ступив на один из лебедочных мостов, мы начали медленный подъем. Доски скрипели под нашими ногами, а разум сковывало напряжение, которое усиливалось с высотой. Я решил разрядить ситуацию и отвлечь своих спутников от тяжелых мыслей, а заодно узнать то, что я в череде удивительных событий этой ночи забыл выяснить. Как ваши имена? Задал я вопрос человеку в шляпе, когда мы остановились подождать, пока его дети переберутся по очередному мостику. Имена больше не имеют значения. Нам они не нужны. И нет смысла ими пользоваться. Как только он это произнес, позади нас раздался громкий хруст. Сын человека в шляпе облокотился на перила очередного мостика, и они подломились. От этого юноша потерял равновесие, упал и, вскрикнув, заскользил на край, цепляясь за доски. Мужчина и девушка сразу же бросились к нему с разных концов мостика, но было уже поздно. Его тело перевалилось за край, руки соскользнули, и он с криком полетел вниз. Мостик начал разваливаться на глазах под тяжестью двух других оставшихся на нем людей. Они чудом смогли пробежать по кренящейся и рушащейся конструкции. Сделав прыжок в самом конце, они вытянули вперед руки и вцепились в выступ. Тут пришел на помощь я. Девушка стремительно теряла силы, и я вытянул ее первой. Вдвоем мы кое-как втащили ее отца, который был здоровяком и дался нам с трудом. Когда все закончилось, мы с девушкой рухнули без сил, пытаясь отдышаться. Человек в шляпе тем временем бросился к краю выступа, надеясь разглядеть своего сына. Приподнявшись, я следил за ним. Девушка, сидевшая рядом со мной, закрыла лицо рукой, пытаясь сдерживать рыдание. Снизу все еще слышались звуки падающих обломков. Падая, парень зацепил еще несколько мостиков, и теперь наш спуск вниз был под вопросом. Я прекрасно понимал их горе. Мне самому было не по себе от смерти этого человека, но нам следовало продолжать свой путь. Мой спутник в отчаянии и бессильной злобе ударил кулаком в пол, затем поднялся и, подойдя к дочери, помог ей встать, после чего обнял. «Идем», — тихо сказал огнение, глядя в мою сторону. Спустив следующий лебедочный мостик, мы продолжили подъем. После пережитого мои ноги начали трястись, едва я ступил на старые, иссушенные временем доски. Это был последний подъемный механизм. Оставшуюся четверть пути нужно было двигаться по каменным выступам, ведущим на вершину горы. Мои спутники шли молча, угрюма, еле волоча ноги, и напоминали мне зомби, от которых мы пытались спастись. Мне становилось не по себе, когда я смотрел на них, но я взял себя в руки. Люди пережили страшное горе, поэтому и казались такими замкнутыми. Мы продвигались к вершине. Небо, которое было все ближе и ближе, начинало стремительно светлеть. Наконец мы поднялись на вершину, и я почувствовал свободу и облегчение, когда каменные стены тоннеля остались позади. Совсем расцвело. Теперь можно было осмотреться и прикинуть, как действовать дальше. Какой-то шум долетел до нас снизу, пока мы осматривали вершину. Человек в шляпе подошел к обрыву, со стороны которого находился их лагерь, и, взглянув вниз, отшатнулся. На его лице появились ужас и обреченность. Я подошел к нему и проследил за его взглядом. В лагере происходило что-то неладное. Оттуда до нас явственно доносились крики. Приглядевшись, я увидел полчища зомби, осаждавших наше недавнее убежище. Армия мертвецов была бесчисленна, а напор разрушителен. Вспыхивал огонь. Слышались крики и выстрелы. Видя все это, я с горечью признал, что кажущаяся неприступной крепость была практически взята. Предводитель лагеря был в бешенстве. Столько усилий было предпринято для создания безопасного убежища для людей, для спасения жизни. Все они пошли прахом. Все товарищи, оставшиеся внизу, были обречены на мучительную смерть. Разум предводителя помутился. Мужчина в шляпе выхватил пистолет и направил его в мою сторону. «Это все из-за тебя. Я не должен был соглашаться на этот поход. Я должен был остаться и спасти людей, ведь они доверяли мне», — говорил он. Я в который раз оказался под дулом пистолета и даже, кажется, не удивился. Я так устал от всего этого, что просто стоял и был готов спокойно принять пулю, но... Отец! Нет! Между мной и пистолетом вдруг возникла девушка. «Ты знаешь, что он ни в чем не виноват». Взглянув на нее, а затем на меня, он опустил пистолет. «Ты права. Во всем виноват только я». Вдруг его лицо стало настолько обреченным, что было больно смотреть на этого человека. Подняв голову, он поднес дуло пистолета к своему подбородку. Через мгновение прозвучал выстрел. Невольно я отвернулся и слышал лишь только, как его тело рухнуло к нашим ногам. Женский вопль заставил меня вздрогнуть. Меня колотило, как от холода. Но я взял себя в руки и подошел к девушке. Я дотронулся до ее плеча и участливо посмотрел на нее. Внезапно она повернулась и крепко обняла меня, уткнувшись лицом в мое плечо. Так мы стояли на вершине горы. На горизонте появилось молодое солнце, а у наших ног лежало тело отца этой девушки, имени которой я даже не знал. Глава четырнадцатая. Шахты. Первые лучи солнца коснулись лица девушки без имени. Ее заплаканные голубые глаза смотрели в мои, и я видел в них лишь горе, которое прорывалось наружу горькими слезами. Взгляд этой юной особы приковал меня к себе, и я не знал, как от него оторваться. Впервые рассмотрев свою спутницу лишь при солнечном свете, я нашел ее безумно красивой. Строгие и в то же время нежные черты наделяли это лицо неповторимой привлекательностью. Сейчас, когда спесь была с нее сбита, девушка растерянно и беспомощно прижалась ко мне, ожидая защиты. Не зная, чем ей помочь, я просто стоял, держа ее в своих объятиях. «Что же нам теперь делать?» — едва смогла произнести она. Нужно было предпринять хоть что-то. Но что? Из пещеры послышался рев и мычание зомби. Эти твари, расправившись с лагерем, нашли проходы туда. Но забраться на вершину они не смогут. Подъемный механизм сильно поврежден. Приблизившись к краю пещеры, я увидел, как зомби набросились на тело брата девушки. Зрелище было не из приятных, и я решил как можно скорее увезти ее отсюда. «Нужно уходить», — в спешке сказал я. Схлипывая, она еще вытирала рукавом слезы, но было видно, что эта молодая женщина уже собралась с духом и готова идти. Мы на мгновение остановились у противоположного от лагеря склона. Он был достаточно пологим, и ближе к низу на нем начинались деревья, постепенно переходящие в лес. «Идем», — сказал я спутница. Она обернулась, в последний раз взглянула на тело отца и зажмурилась, сдерживая порыв эмоций. Мы стали спускаться. Идти с горы было достаточно легко. Тяжелыми были лишь мысли в голове. Лес пугал неизвестностью, и мы надеялись, что все зомби остались по ту сторону горы. Неуверенно двигаясь вниз, мы подошли к первым деревьям, которые еще редко заполняли собой холм. Местность уже можно было немного разглядеть. Мешали только кустарники до неровности склона. Я стал раздумывать о нашем положении, и поскольку моя спутница хранила молчание, мне не хотелось досаждать ей разговорами. Первый вопрос, который беспокоил меня, — это, куда мы, черт возьми, движемся? Девушка, конечно, тоже не знала, что впереди, и просто хотелось покинуть эти ужасные места. Кроме того, меня интересовала, где моя команда, и что они предпримут теперь. Даже если корабль доплывет до острова, всех ожидает огромный, так сказать, сюрприз в виде ходящих мертвецов. А теперь нас разделяет еще и гора, которую они вряд ли смогут преодолеть. Погрузившись в размышления, я не заметил, как деревьев стало больше, а вершина оказалась далеко позади. За нами никто не гнался, и это немного утешало. Понемногу я смог отстраниться от своих мыслей и более сосредоточенно выбирать дорогу в лесу. Передвигаться было весьма просто. Пространство вокруг просматривалось довольно хорошо. Впереди виднелись какие-то коряги, и мы шли прямо на них. Вдруг я увидел в ветках кусок коричневой шерсти. «Стой!» — схватила меня за руку девушка. «Медведь!» Я замер от ужаса. И в этот момент коричневая шкура зашевелилась и начала пыхтеть. Сбрасывая с себя ветки, огромный медведь предстал прямо передо мной. Подняв передние лапы с огромными когтями, он издал дикий рев, пробиравший до самых костей. Я почувствовал, как меня тянут за рукав. Это вывело меня из ступора, и мы рванули в сторону, чтобы зверь не пригнал нас назад на вершину горы. Изо всех сил мы неслись вперед. Несмотря на огромный вес, медведь гнался за нами довольно быстро, и я уже стал сомневаться, что нам удастся оторваться от него. Тяжелый топот, треск веток и грозный рык слышался прямо за спиной. Девушка бежала рядом, не уступая мне, и за нее можно было не переживать. Она смогла выжить в таких условиях, что ей вряд ли стоило бояться встречи со свирепым медведем. Хотелось верить, что судьба, которая бывает порой слишком жестокой, пощадит хотя бы одного человека из лагеря. Кажется, фортуна была к нам действительно благосклонна, и огромный медведь начал отставать. Видимо, он просто хотел отогнать нас от своего жилища, и поскольку ему это удалось, немного успокоился. Мы вышли к отвесному склону, сильно поросшему деревьями, и увидели в нем еле заметный проход. Среди густо растущих кустов была заброшенная каменоломня, свод которой обрамляли старые сухие брусья. Внутри было темно, но мы все же направились туда в надежде спрятаться от медведя. Тот был уже далеко от нас и почти остановился, но продолжал вынюхивать след. «Он нас ищет», — прошептала девушка без имени. Тогда я понял, что медведь вовсе не отпугивал нас от своей берлоги. Он гнался за нами, как за добычей, но, кажется, он был настолько голоден, что внезапно ослабел и уже еле передвигал лапами. Что ж, тогда он будет рыскать до последнего. Множество предположений мгновенно посетили мою голову. Если здесь нечего есть, выходит, тут тоже поорудовали зомби. Но почему тогда они пощадили медведя? Или этот зверь оказался не по их гнилым зубам? Но нежить могла взять его числом, раз им удалось положить целый лагерь. Неужели они не смогли справиться с одним животным, пусть даже и крупным? Значит, мертвецов здесь быть не должно. Это меня немного успокоило. Но по какой причине медведю было нечем поживиться? Взглянув вглубь рудника, я почувствовал, что скоро мы это выясним. Интересно, что здесь добывали? Под ногами валялись непонятные деревяшки и еле различимые в темноте орудия труда. Я взял женщину под руку, чтобы не потерять друг друга, и мы пошли все дальше и дальше вглубь, стараясь спрятаться от голодного зверя. Вдалеке показался просвет. Проход в холме был сквозным, и перед нами предстал яркий квадрат, частично освещавший земляное помещение, в которое мы вышли. Оно было немного в стороне, и потому мы не видели эту комнату полностью. Перед выходом лежали доски. Когда я поравнялся с ними, моя нога вдруг провалилась вниз по самое колено. К счастью, моя спутница оказалась довольно сильной, чтобы вытянуть меня. На мгновение мне показалось, что это ловушка, но, вглядевшись в темноту между досок, я увидел еще один подземный туннель, попадать в который мне совсем не хотелось. Осторожно преодолев яму, мы вышли на противоположной стороне холма. Стараясь не думать о том, что могло ждать нас здесь, и о медведе, который мог за нами последовать, мы прошли через кусты мимо деревьев, что росли у входа. Отсюда открывался живописный вид на поляну, уходившую немного вниз. В ее центре лежали несколько огромных валунов, и торчала высокая засохшая коряга. Все вокруг было спокойно, и мы двинулись на середину поляны. Возле валунов, которые оказались гораздо выше нас, мы решили осмотреться. Вокруг был лес, позади холм, и за ним даже уже не было видно горы. Мы находились в русле пересохшей реки. Воды здесь давно уже не было, и все поросло травой, а само русло уходило дальше в лес. Приглядываясь к деревьям, я услышал едва различимый треск и заметил, как вдалеке колыхнулись высокие кусты. «Там кто-то есть», — сделав шаг к девушке, сказал я. Она угрюмо сидела, прижавшись спиной к камню, но после этих слов резко повернула голову, взглянув на меня. Внезапно из кустов выбежали несколько диких кабанов и бросились на нас. «Быстро наверх», — скомандовал я. Я рывком поднял девушку на руки, и вместе мы стали забираться по веткам коряги на самый высокий камень, где нас не достанут кабаны. Когда они достигли середины поляны, мы уже расположились на вершине валуна и были в безопасности. Подбежав к тому месту, где только что сидела моя спутница, звери начали бить копытами землю и делать тщетные попытки подрыть землю своими клыками. Я насчитал всего пять кабанов. Двое из них побежали дальше по направлению к холму, а остальные кружили рядом, намереваясь добраться до нас. Верхушка валуна, на котором мы сидели, начала крошиться от времени, и мне удалось отломить от него увесистый булыжник. Я бросил им в кабана в надежде отпугнуть животных. Удар пришелся по спине. Кабан взвизгнул, но не прекратил осаждение камня. Я тоже продолжал держать оборону, швыряя вниз булыжники, которых становилось все меньше и меньше. Оставался последний камень величиной с кулак, и как только он был брошен, я увидел, что внутренности кабаней головы разлетаются по траве. Не веря в силу своего броска, я смотрел на мертвое животное. Казалось, оно было застрелено. И тут, в подтверждение моей догадки, прозвучал еще один выстрел. Другой кабан упал замертво. Со стороны леса в нашу сторону направлялись несколько вооруженных людей. Один из них поднял мушкет, и вот уже третий самец безжизненно упал на бок. Незнакомцы держались спокойно, но выглядели тем не менее агрессивно. Похожие на разбойников, они явно не были настроены дружелюбно. Я не знал, стоит ли мне радоваться избавлению от кабанов, но как только мы оказались под прицелом, понял, что не стоит. Мы были окружены. — Вы двое! — Спускайтесь! — крикнул один из пришедших. Кажется, нам предстояло общение с существами похлещей зомби. Их лица были перекошены издевательскими ухмылками, и они напоминали сухопутных пиратов. — Эта встреча не из приятных! — мелькнуло у меня в голове. — Подойдите! — сказал тот же разбойник, который приказал нам спуститься. — Спасибо, что... — начал было говорить я, приближаясь к нему, но тут же получил прикладом в живот от рядом стоящего бандита. — Заткнись! — Как вы, черт возьми, сюда пробрались? — рявкнул он, явно не ожидая ответа. Его приятель схватил девушку. — Смотрите, девка! — Она ничего. С такой можно неплохо поразвлечься, — сказал он и заржал, заглушая крики моей вырывающейся спутницы. — Позже развлечемся. Бери кабанов и пошли в лагерь. Жрать охота, не до девки. Заодно спросим у лиса, что с этим делать. Разбойник кивнул на меня. — Поднимайся! Я получил пинок сапогом вбок. Вооруженная команда Black Seagal продвигалась по лесу. Их вел Гибдер, который чувствовал присутствие Леонардо где-то поблизости. Но столь же сильно он ощущал здесь и зло, соответствующее множеству смертей. — Приготовьтесь! — Гибдер замедлил ход и поднял руку. Команда была напугана ревом, но ни у кого и в мыслях не было сдаваться. Все они доверяли друиду, который, не ведая страха, шел вперед. Каждого не раз посещала мысль, что ему стоит позаимствовать смелости у этого необычного человека. — Что там впереди, друг мой? — тихо спросил Гибдера Шрам. — Я чувствую смерть, но рядом есть и живые люди. — Только они слабы. — Леонард среди них? — Да. — Если он смог попасть туда, значит и мы сможем. — Пошли! — Скомандовал Шрам. Впереди внезапно появился туман, стелившийся по самой земле. Он окутывал ноги и поднимался выше, проглатывая людей с головой. С каждым шагом туман сильно густел и больше напоминал дым, дотянувшийся до верхушек деревьев. Он начал чернеть. Странные темные потоки проходили сквозь отряд, наполняя его безумным страхом, от которого мутнело в голове. Внезапно туман стал рассеиваться и вдруг исчез, оставив соратников Леонардо в полной тишине посреди леса. Казалось, все вокруг замерло. Никто не мог пошевелиться, пытаясь сообразить, что сейчас произошло. — Что там? — негромко спросил кто-то. Сквозь деревья к ним пробирался человек с ржавой лопатой в руках. Он остановился в нескольких шагах от людей, как бы пытаясь понять, что видит перед собой. Тогда матросы смогли разглядеть его лицо. Оно было искорежено смертью. Зомби замычал и бросился к людям. Прозвучало несколько выстрелов, прежде чем жуткий пришелец рухнул на землю. Долго бездействовать команде не пришлось. Спустя всего мгновение из темноты стали появляться другие зомби. С мычанием и ревом они продирались сквозь деревья, двигаясь на отряд, который начал отстреливаться. Когда нежить приблизилась вплотную, люди выхватили шпаки и стали рубить зомби, поджигая их факелами. Вскоре мертвецов удалось одолеть. Но тут вдалеке послышался новый шум. — Похоже, это не конец, — сказал шрам, вглядываясь в темноту, в глубине которой мерцали огни. Двигаясь вперед, они наткнулись на высокий деревянный забор, разрушенный в нескольких местах. Здесь прежде был лагерь, и тут и там полыхало пламя. Команда вошла туда, обнаружив по пути множество тел зомби и несколько свежих трупов. В лагере останков было еще больше. Оглядывая все вокруг, пытаясь справиться с ужасом и выискать Леонардо или его тело, команда услышала шум из темной расщелины. Все замерли перед ней, ожидая, что оттуда появится враг, но все снова затихло. Внезапно раздались мычания и грохот, и из расщелины с невероятной мощью посыпали зомби. Справиться с таким потоком было непросто. Люди пытались отстреливать противников по одному, а затем, когда дальний бой был закончен, снова взяли в руки шпаги. После такого испытания команда нуждалась в передышке. Странный гул не стихал, и Гибдор предположил, что он доносится из расщелины. «Нужно проверить, что там», — сказал друид. Несколько человек вызвались пойти на поиски источника шума. Они пробрались к водопаду, возле которого происходило невероятное. Потоки черного тумана ураганом кружились по жерлу пещеры, уходившей вверх. «Это зло пришло сюда не просто так», — кричал Гибдор, Шраму и Вудсу Роджерсу. Вернувшись в лагерь, отряд увидел, что вся остальная команда разглядывает странную статуэтку, стоявшую возле одной из стен. Она изображала змею, обвивающую каменный столбик. Гибдор мигом оказался возле статуэтки и ударил по ней своим посохом. Раздался жуткий грохот, полетели искры, и его отбросило неведомой волной. Когда Гибдор очнулся, гула уже не было. Его вынесли из лагеря, и он видел светлеющее утреннее небо. «Кажется, я знаю, где Леонард». Бандиты вели нас по высохшему руслу реки. Вряд ли эти люди собирались нам что-то объяснять. Ничего не оставалось, как слепо следовать за ними и надеяться в очередной раз выпутаться из сложной ситуации. Мы вышли к небольшому болоту и повернули налево. Лес был очень густым, и мы двигались по узкой, еле различимой тропе между деревьев и кустарников. Сбоку неожиданно вырос холм, и мы продолжили путь вдоль него. Было тихо. Ни звуков животных, ни пения птиц. У меня за пазухой был заряженный пистолет, и я размышлял, как им воспользоваться. Не будь у них в заложниках девушки, было бы проще. Но рисковать ее жизнью я не мог. Холм, тянувшийся сбоку, изогнулся и вырос вдвое. Вся наша группа повернула вместе с ним, и мы попали в тупик. Возможно, здесь они разбили лагерь, подумал я. В таком месте очень легко обороняться, поскольку враги будут нападать только с одной стороны. Но если их окажется слишком много, то это место превратится в западню, из которой некуда будет отступать. — Не заденьте ловушки! — крикнул идущий впереди бандит. — Я не видел ни одной из них, и не заметил, как мы подошли к небольшой шахте, возле которой стояли двое часовых. — Так вот где их логово! — Наконец-то! — Жратва! — Лис вас уже заждался! — сказал один часовой. — Да вы с трофеями! — увидев меня и девушку, засмеялся второй. Когда мы проходили мимо, часовые не могли удержаться, чтобы не отпустить пару пошлостей, упрашивая девушку остаться с ними. Двигаясь вглубь шахты, я с горестью думал, что мы заползаем в змеиное логово. Это был настоящий лабиринт из туннелей и развилок, и я пытался запомнить дорогу обратно. За весь путь нам встретилось около дюжины бандитов, и каждый из них бурно реагировал при виде женщины. В самом большом зале туши кабанов свалили возле костра. — Я отведу этих к лису! — скрутив нам руки, сказал один из бандитов. Сзади нам в спину уперлись два дула мушкетов. Это был вновь неподходящий для атаки случай. Пройдя еще немного, мы повернули и вышли к деревянным баррикадам. В таких было удобно держать оборону. Внутри находилась еще одна постройка. Кажется, в ней и обитал тот самый лис. Оттуда появился человек. Его лицо скрывала темнота, но фигура выглядела угрожающе, напоминая мне охотников, которых я видел в порту, где жила Мария. Когда он подошел ближе, я подумал. — Вот тот момент, когда я могу достать свой пистолет. Выхватив оружие и ударив рукоятью главаря по зубам, я обхватил сзади его шею и направил дуло ему в висок. Пятясь с бандитом в заложниках к деревянной постройке, я не учел лишь одного, что из нее может незаметно выйти еще один человек и ударить меня по затылку. В глазах потемнело, и в одно мгновение меня скрутили. — Вы привели его ко мне с оружием, — залевел главарь бандитов. — Сейчас же обыщите его. — Оружия больше нет, — ощупал меня его подчиненный. — А это что? Случилось самое ужасное, что только могло случиться. Они нашли мою карту. — Лис, смотри, карта! — Нет! — вскрикнул я и ринулся было за ней, но получил еще один сильный удар прикладом по лицу. Лежа на земляном полу, я с трудом открыл глаза и увидел лишь ноги. Главарь бандитов уводил мою спутницу к себе, а в руках у него был священный для меня кусок холста. — Закончите с ним! — крикнул он напоследок, перебивая крики девушки. Меня схватили за шиворот. Надо мной кто-то склонился. Резкий удар в лицо и в глазах потемнело. — Приготовься к бою, Леонард! Очнись! — Ну, очнись же! Медленно приходя в себя, я слышал откуда-то сверху голос девушки без имени. Однако мне казалось, что это голос волшебницы. Я не понимал, что происходит, но сознание стало проясняться от того, что меня трясли. Лицо было разбито и жутко болело. Вокруг лежали несколько бездыханных тел, в которых, приглядевшись, я узнал троих бандитов. — Пожалуйста, вставай! — упрашивала меня девушка и тянула за руку, пытаясь поднять. — Нужно уходить! Я встал и увидел мертвого главаря, лежащего в своем логове на столе. Его голова была в крови. Что произошло? Кто их так? — Я! — Скорее уходим! — взволнованно говорила женщина. — Да, моя спутница была совсем не беспомощная, раз смогла в одиночку уложить четверых бандитов. Внезапно я вспомнил о карте. — Подожди, мне нужна одна вещь, — сказал я, направляясь туда, где лежал мертвый главарь. Холст с картой и изображением клинка покоился тут же на столе, прямо возле лужи крови, вытекавшей с пробитой головы разбойника. Взяв то, что принадлежало мне, я осмотрелся. На стене висела схема с изображением туннелей шахты, а рядом карта полуострова, на котором мы находились. — Они говорили про корабль в гавани, — сказала девушка, взглянув на схему. — Да? — Тогда попытаемся добраться до него. А до этого нас ждет встреча с кучей головорезов, которые пока, очевидно, не в курсе того, что случилось. Я еще раз взглянул на карту на стене. Корабль на ней был обозначен крестом, и я тут же понял, куда нам нужно двигаться. Мы, крадучись, вышли из логова главаря и оказались у развилки. Впереди был, как я догадался, самый большой зал в этой пещере. На костре жарилось кабанье мясо, а вокруг расположилось множество разбойников. Увлеченно пожирая ужин, они разговаривали. Пространство было намного больше, чем могло осветить пламя, а по углам было набросано множество хлама, огромных камней и ящиков. — Попробуем обойти этих мерзавцев, — шепнул я девушке. — Если нас заметят, мы трупы. Их слишком много. Она кивнула в ответ, и мы стали красться. Все шорохи заглушало ржание бандитов. К тому же они были слишком заняты едой, чтобы смотреть по сторонам. И вот самая сложная часть пути, как мне показалось, была пройдена. Но я ошибался. В узком пещерном проходе стояли двое часовых, о чем-то болтая. Подкравшись поближе и оставаясь в темноте, я подобрал с пола камень и швырнул над ними. Он приземлился поодаль с громким звуком. — Посмотри, что там! — велел один другому. Как только тот отошел, я тихо подошел сзади к оставшемуся бандиту. На поясе у него висел нож. Плавным и резким движением я выхватил его. Разбойник даже не понял, что произошло, когда клинок оказался у него в горле. — Крысы, наверное, — сказал второй, возвращаясь, и тут же заметил движение. — Кто здесь? Тогда нож стремительно полетел прямо в него. Брызнула кровь, и тело рухнуло на землю. В моей голове мелькнула лишь одна мысль. Что было б, если б я не попал? Мы сняли с трупов оружие и продолжили двигаться по туннелям шахты. На этом пути нам предстояло встретить еще несколько бандитов. И если некоторых мы могли обойти, то мимо тех двоих, что стояли снаружи, проскочить при свете дня будет сложно. У самого выхода в темноте мы наткнулись на целую шайку. Они стояли кучкой и о чем-то беседовали, к счастью, нас не заметив. Лис в последнее время совсем дикой стал. Как думаете, он оставит девчонку в живых? Я бы тоже с ней покуролесил. Эх, надоело торчать в этой норе. И жратву уже почти всю выловили. — Да, поскорей бы уж на корабль. Там-то повеселее будет. Отозвался другой. И еще тише добавил. — Тогда-то и о смене главного можно подумать. — Ты смотри, сейчас этим голову не забивай. А то и Лис может задуматься о твоей замене. — Давай, топай на обход. — К черту обход! Тут уже целую вечность ни одной живой души не было. — ответил тот, но все же отделился от товарищей и пошел в нашем направлении. К счастью, в туннеле было полно темных ответвлений, в которых можно было запросто раствориться, и мы спрятались в одном из них. Подойдя к нашему укрытию, разбойник на мгновение задержался, а затем пошел дальше. Вся остальная компания побрела по направлению к выходу. — Теперь можно еще немного продвинуться вперед. — Решил я. — Пробираясь в темноте едва ли не по пятам бандитов, я искал очередное место, где можно затаиться. Но их, как назло, не было. Я начал уже паниковать, когда моя рука провалилась в пустоту, ощупывая стену. — Ниша! Я тут же потащил за собой свою спутницу. Бандиты развернулись, что-то услышав, но тьма уже поглотила нас, и они вновь зашагали своей дорогой. Не успел я выдохнуть, как один из разбойников остановился возле нас. — Чертовщина здесь какая-то творится! — пробубнил он, вглядываясь в темноту. Он словно смотрел прямо на нас. Кажется, мы как-то себя выдали. Нужно было затаиться и даже не дышать. Но моя спутница явно была другого мнения, сочтя, что нас уже раскрыли. Из мрака на разбойника выглянуло дуло мушкета. И он услышал выстрел. Не успев даже раскрыть глаза от недоумения, он был застрелен почти в упор. Все удивление бедолаге, очевидно, досталось мне. И на мгновение я опешил от такой глупой женской выходки. Я ужасно разозлился, но тут же из глубин шахт до нас донеслись крики разбойников. Конечно, они слышали выстрел. И теперь нам предстояло удирать как можно быстрее. Схватив оружие, которое лежавшему на земле мужчине уже было не нужно, я потянул свою соратницу за руку. И мы бросились по направлению к выходу, надеясь не получить пулю в затылок. Впереди было пусто. Тоннель шахты на этом участке поворачивал, и нам это было на руку. Стрелять у врагов здесь вряд ли получится. Мое дыхание сильно участилось. Я боялся незамедлительной расправы. Ведь теперь головорезы наверняка обнаружили трупы, которые мы оставили за собой. Оставалось совсем немного. И впереди показался свет от выхода. Подойдя ближе, я заметил две фигуры часовых, вглядывающихся в шахту, но ничего не видящих из-за темноты. Они наугад направляли свое оружие в туннель и выглядели не то рассеянно, не то испуганно. Тут мы замерли, прижавшись спинами к стене. — Приготовься! — шепнул я девушке. Я присел на одно колено и, поймав прицел одного из часовых, нажал на спусковой крючок. Грохот от выстрела раздался по туннелю, отражаясь от стен. Пуля точно настигла цель, и голова жертвы резко отклонилась назад. Брызнула кровь. Бездыханное тело рухнуло на землю. Над моей головой прозвучал еще один выстрел, и у входа вскрикнул и пошатнулся второй бандит. К сожалению, девушка только ранила его в руку. Я опрометью ринулся к нему, чтобы решить его судьбу. Неуклюже приподнявшись, он выстрелил в нашу сторону. Возле меня брызнула крошка из камней, но я уже настиг часового и в прыжке вогнал нож в его горло. Глаза бедняги закатились, и он упал. Я обернулся. Ко мне, постепенно появляясь из темноты, бежала моя спутница. Тут я увидел несколько взрывных шашек. Она проследила мой взгляд и спросила, «Ты хочешь обрушить свод?» «Да, надеюсь. В шахтах нет другого выхода. По крайней мере, он не обозначен на карте». Наскоро засунув шашку между камней деревянных брусев, державших свод у входа в шахту, я чиркнул ножом по камню. Часть искр попала на фитиль, и он вспыхнул. Из глубины пещеры послышались крики приближающихся бандитов. «Теперь бежать! И чем быстрее, тем лучше!» Удалившись вместе с девушкой на безопасное расстояние, я вдруг вспомнил про ловушки, которые упоминали разбойники. Тогда мы стали отходить гораздо медленнее, чтобы не попасть в западню. Я взглянул напоследок на шахту, из которой уже выбегали люди, и тут прогремел взрыв. Полетели в стороны камни, взметнулась ввысь пыль в перемешку с дымом. Несколько бандитов оказались прямо в эпицентре взрыва. Теперь вход в логово был завален, и пещера превратилась в склеп с похороненными заживо преступниками. Гибдор поднесся на ноги и окончательно пришел в себя. Команда уже была готова возвращаться на корабль. Найти обратную дорогу не составило особого труда. По пути они оставляли зарубки на деревьях. Погода была на удивление теплой. На небе ни единого облачка. Рассеялся даже густой туман. Море, однако, было неспокойно и дул достаточно сильный ветер. Поднявшись на корабль, Гибдор попросил мистера Роджерса принести ему карту. Он внимательно изучал ее, а затем заявил, указав пальцем, «Нам нужно сюда». Когда Гибдор разрушил статуэтку, та на мгновение наполнила его силой, которую он мог управлять. И этого короткого мгновения хватило, чтобы узнать, где Леонард, куда держит путь и где, в конце концов, окажется. «Ты уверен?» переспросил друида Шрам. «Как никогда. Вот сейчас он здесь». И жрец указал на место, где находилась гавань бандитов. «Но отправится дальше, в северные воды. Нам нужно догнать его. От этого зависят наши судьбы». «Все слышали?» воскликнул Шрам. «Что ж, наши жизни в наших руках. Вперед!» Сильный ветер раздувал плотную ткань парусов, корабль быстро набирал ход. Камни от взрыва разметало в разные стороны, и часть из них долетела даже до нас. Но мы должны были быть осторожны. Совсем не хотелось попасть в ловушки, расставленные здесь бандитами. Выйти отсюда необходимо по нашему же следу. Только этот путь был безопасным. Позади еще обваливались камни. Даже если у пострадавших хватит сил разобрать эту каменную груду, то до этого они попросту задохнутся. Вдруг я случайно заметил короткую тонкую веревку, натянутую между деревьями прямо у земли. А над ней, к вершине дерева, было привязано огромное бревно с кольями. «Здесь нужно держать ухо востро», — подумал я. В бандитской гавани был пришвартован корабль, и нам предстоял путь туда. Маршрут приходилось прокладывать по памяти, и я очень надеялся, что она меня не подведет. К счастью, уже довольно скоро мы вышли к морю. Встав на краю небольшого обрыва, я понял, что неправильно прочел карту и немного промахнулся. Но отсюда был виден корабль. Небольшая двухпарусная шхуна стояла на якоре. Однако все оказалось не так просто. На палубе были люди. Так или иначе, но нужно было попасть на судно. Мой план по захвату шхуны был незамысловат, но я надеялся, что он сработает. Мы обсудили дальнейшие действия с моей спутницей и начали спускаться с холма. На песчаном берегу стояла лодка, и из-за нее доносился храп. Подкравшись, мы увидели еще одного бандита. Он спал на песке, прислонившись к лодке, а лицо его закрывала соломенная шляпа. Мой план вынуждал меня пойти на крайние меры, и этот человек, увы, был обречен. Найдя заостренную толстую палку, я также, крадучись, подошел к спящему бандиту и воткнул деревяшку прямо в его горло. Фонтаном врызнула кровь. Резко проснувшись, разбойник не смог закричать. Я надавил на палку, и спустя мгновение человек был уже мертв. Мы были вооружены и плыли на лодке по направлению к кораблю. В наших интересах было действовать как можно тише, чтобы появиться на палубе внезапно. Я рассчитывал, что так и будет, поскольку бдительность бандитов была сильно ослаблена. Подобравшись к судну, мы увидели беспечно оставленную веревочную лестницу, по которой поднялись на борт. На палубе сидели несколько бандитов и играли в кости. Пора действовать. Вскочив на перила и подняв мушкет, я крикнул. Господа, я объявляю это судно своим. Увидев меня, разбойники подскочили. Они были намного старше меня и своим устрашающим обликом могли соперничать со многими пиратами, которых мне довелось повстречать. «Что? Как ты смеешь, мелкая шавка!» Прозвучал выстрел. Мушкет девушки перебил речь бандита. Он замер с ужасом и удивлением на лице и взглянул на свой живот. Изо рта бедолаги потекла кровь, и он рухнул на доске палубы. «Есть еще возражения?» Провел я дулом мушкета по остальным пяти, дожидаясь, кто из них еще подаст голос. «Мы безоружны», — проревел один из мужчин, когда они подняли руки. «И в этом твое везение». «На корабле еще есть люди?» «Нет, только мы». «Что ж, лис мертв, ваш лагерь уничтожен, а я предлагаю вам стать очень богатыми». Не сдерживая удивления, бандиты переглянулись между собой и пожали плечами. «Согласны», — едва ли не хором, но без особой радости ответили они. Якорь поднялся, и корабль был готов к отплытию. Я расположился в каюте капитана. Развернул холст и с наслаждением стал любоваться клинком. Сложно передать ощущение восторга, бурлящего внутри. Однако нужно было быть на чеку на чужом судне со столь опасной командой. Я перевернул холст, и передо мной вновь предстала карта. Вот она, пометка в виде клинка. Он реален. Теперь мой путь лежал на север. Глава пятнадцатая Сила клинка Английский галеон «Founder of England» разрезал очередную волну, поднимая тучу брызг. Примечание «Founder of England» Гром Англии Английский Конец примечания Огромный боевой корабль шел на всех парусах, наполненных ветром. Он плыл к своей цели. Плыл исполнить свое предназначение, не сбавляя хода, по приказу своего капитана. На вершине грот мачты развивался британский флаг, которому служил каждый на корабле, и команда трудилась, не зная усталости, опасаясь обвинений в дезертирстве и пенькового галстука по прибытии в порт. Для каждого матроса было честью служить на этом судне, олицетворяющем мощь Англии, короля и капитана, под чьим началом они плавали. Сам же капитан находился в своей колюте, поглощая роскошный обед. Стол просто ломился от обилия яств. Несколько генералов стояли возле капитана, наблюдая за трапезой, и, стараясь не подавать вида, сглатывали слюну. Доев жареное мясо, капитан взялся жирными руками за бокал и отхлебнул немного вина. «Доложите о нашем курсе!» Продолжая жевать, произнес он, никому конкретно не обращаясь. Из-за чавканья приказ его прозвучал еле, слышно и невнятно. Но подчиненные чутко ловили каждое слово. «Идем прежним курсом и скоро достигнем цели, капитан!» Слегка подавшись вперед, боязливо доложил один из генералов. «Тайный пиратский порт!» «Уничтожить!» Резко повысив голос, капитан ударил по столу кулаком так, что звякнула посуда. От неожиданности все генералы выпрямились еще сильнее. «Founder of England» продолжал свое движение, и на линии горизонта появилась армада английского флота, насчитывавшая практически сотню кораблей. Все они должны были встать под командование «Founder of England» и служить ему. А капитана интересовалась сейчас только одна цель – уничтожить тайную пиратскую гавань, в которой некогда проживал Леонард. Всему виной стали необычные слухи, которые дошли до самого короля. Ходила молва, что в гавани живет некий пират, обладающий шедевром, от красоты которого каждый смертный теряет дар речи. Капитан «Founder of England» с огромнейшим рвением кинулся выполнять приказ короля, поскольку имя Леонарда Эдена было ему хорошо знакомо. В свое время Леонард, бывший тогда гордостью королевского флота, должен был занять место самого капитана. Естественно, тот не мог этого позволить и решил пойти на подлость, обвинив Эдена в измене. Он даже добился приказа о повешении, но казнь сорвалась. И теперь это имя снова всплыло в жизни капитана, да еще при столь удачных обстоятельствах.